Здравствуйте! Мы продолжаем серию уроков по подготовке выпускников девятых классов к основному государственному экзамену по предмету математика. Сегодняшняя тема урока – алгебраические выражения. Мы продолжаем тему, рассмотренную на прошлом уроке. Сегодня мы разберем с вами прототипы заданий номер 21 из контрольно-измерительных материалов основного государственного экзамена. Напоминаю, что задания взяты из открытого банка заданий по математике для девятых классов. По этому цели урока у нас остались предыдущие. Мы вспоминаем и закрепляем методы работы с алгебраическими выражениями. Правила раскрытия скобок. Правила умножения одночлена на многочлен и многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители и действие над рациональными дробями. Задание номер 21 контрольно-измерительных материалов ОГЭ содержит разного характера задачи, связанные с нахождением значений выражения, разложением на множители, сокращением дробей, упрощением выражения и так далее. Перед вами несколько заданий разного характера, где нужно выполнить различные задания. Либо найти значение выражения, записать в ответ число, либо представить алгебраическое выражение в упрощенном виде, либо вычислить значение алгебраического выражения при заданных значениях переменных. 21-е задание, как правило, вызывает у некоторых выпускников затруднения. Разберем сегодня те задачи, которые показывают ход выполнения задания номер 21 в различных контрольно-измерительных материалах. Итак, первое задание. Нужно найти значение выражения 33а минус 23b плюс 71. 1, если значение дроби 3а минус 4b плюс 8, деленное на 4а минус 3b плюс 8, равно 9. Уважаемые выпускники, не бойтесь таких заданий, потому что они решаются достаточно просто. Надо только вспомнить, что если у вас дробь равна какому-то числовому выражению, то ее можно преобразовать таким образом, чтобы у вас целое алгебраическое выражение было равно какому-то числу. Или одна переменная выражалась через другую. Поэтому мы сейчас эту дробь с вами преобразуем таким образом, чтобы можно было привести подобные слагаемые в целом алгебраическом выражении. То есть мы домножаем на общий знаменатель. В итоге получаем выражение 3а минус 4b плюс 8 равно 36а минус 27b плюс 72. Мы видим, что переменные а и b есть и в левой, и в правой части. Желательно перенести в одну часть и привести подобные слагаемые. Я буду переносить в правую часть, так будет удобнее. Итак, 36а минус 27b плюс 72. Вычитаем 3а. Помним, что переноси слагаемых из одной части в другую знаки меняем. Плюс 4b и минус 8. Поскольку мы из левой части в правую все перенесли, в левой части осталось 0, но мы записали, поменяв местами эти части. Левая и правая. Приводим подобные слагаемые. И видим, что у нас получается 33а минус 23b и плюс 64. Все это равно 0. Обратимся к началу. Нам нужно было найти значение выражения 33а минус 23b плюс 71. А у нас находится выражение 33а минус 23b плюс 64. Значит, мы можем либо выразить двучлен 33а минус 23b плюс 23b. Как 64 плюс 7. Так и сделаем. 33а минус 23b. И 71 представим как 64 плюс 7. В итоге выражение 33а минус 23b плюс 64 у нас равно 0. Значит, мы получаем 0 плюс 7. И ответ у нас будет 7. Таким образом, если вам дано значение какой-то дроби, то можно из этого равенства найти какое-то алгебраическое выражение, которое входит в то выражение, значение которого нам нужно было найти. Второе задание. Нужно разложить многочлен на множители. 4с в квадрате вычесть 20ас, прибавить 25а в квадрате, прибавить 5а и вычесть 2с. Итак, разложить многочлен на множители. Что здесь надо проанализировать? Что слагаемых у вас 5. Значит, можно применить способ группировки, но так, чтобы в одну скобку вошло 3 слагаемых, а в другую только 2. Если мы будем группировать по парам, у нас одно слагаемое останется отдельно. И мы тогда, наверное, ничего не сможем разложить. Увидим еще, что 4с в квадрате и 25а в квадрате – это квадраты выражений 2с и 5а. А число 20ас – это их удвоенное произведение. Поэтому выражение 4с в квадрате минус 20ас плюс 25а в квадрате я могу заключить в скобке и применить формулу квадрата разности. 2с минус 5а в квадрате. Дальше можно дописать этот двучлен, заключив его в скобке. А можно увидеть, что слагаемые 5а и минус 2с противоположны слагаемым 2с минус 5а. Поэтому можно вынести минус за скобку, а в скобке заключить 2с минус 5а. Тогда мы видим, что мы получили два слагаемых, у которых есть одинаковый множитель 2с минус 5а. Вот только на этом месте, когда мы уберем эту скобку и вынесем ее за скобку, на этом месте останется 1. Чаще дети делают ошибки и пишут на этом месте 0. Нет, здесь останется 1, потому что 2с минус 5а можно представить как умноженное на единицу, как произведение 2с минус 5а на единицу. Выносим скобку 2с минус 5а. В скобках остается 2с минус 5а и минус 1. Вот мы разложили на множители. Задание характерно тем, что здесь надо увидеть формулу сокращенного умножения. Третий пример тоже разложить на множители. Но увидеть здесь можно и другое. Итак, а квадрат минус 9b в квадрате прибавить 12bc и вычесть 4с в квадрате. Если предложить такое задание выпускникам 9 класса или учащимся 8 класса, то очень многие сразу начинают применять формулу разности квадратов. Либо вот так пытаются разложить, либо а квадрат минус 4с квадрат, поскольку способ группировки предполагает различное расположение слагаемых. Но как только вы начнете выполнять эти действия, вы убедитесь, что одинакового множителя вы не получите. Не получается ни первым способом, если мы разложим а квадрат минус 9b в квадрате, ни вторым, если будем совмещать а квадрат и минус 4с в квадрате. Поэтому здесь нужно увидеть что-то другое, какую-то другую формулу. Обратим внимание на то, что у нас есть слагаемая минус 9b в квадрате и есть слагаемая минус 4с в квадрате. Если мы минус уберем за скобку, выражение 9b в квадрате – это 3b в квадрате, а 4с в квадрате дает нам квадрат выражения 2с. А это их удвоенное произведение. Поэтому смысл есть вынести минус за скобку. Тогда в скобке будет 9b в квадрате вычесть 12bc и прибавить 4с в квадрате. А в выражении 9b в квадрат минус 12bc плюс 4с в квадрат есть не что иное, как квадрат разности. То есть мы получаем а в квадрате вычесть 3b минус 2с. И эта скобка стоит в квадрате. Квадрат разности. А вот теперь мы видим разность двух квадратов. Первое выражение а стоит в квадрате, а второе – 3b минус 2с. Теперь можно применить в том числе и формулу разности квадратов. То есть мы получаем произведение разности этих выражений на сумму этих же выражений. Разложение мы уже получили. Осталось только раскрыть внутренние скобки для более красивого ответа. а минус 3b плюс 2с умножить на а плюс 3b минус 2с. Таким образом, мы разложили алгебраическое выражение, содержащее 4 слагаемых, на две вот такие скобки, каждая из которых содержит переменные а, b и c. Но вот такие задания нужно сначала анализировать и попробовать порешать сначала на черновике, и только потом уже искать окончательный ответ разложения на множители. Перейдем к заданиям, где вам необходимо сократить дроби. То есть мы можем применить формулы сокращенного умножения и для сокращения дроби. Надо только вспомнить, что значит сократить дробь. На первых уроках мы уже вспоминали основное свойство дроби. Если числитель и знаменатель умножить или разделить на одно и то же выражение, отличное от ноля, то дробь не изменится. Мы получим дробь, равную данной. Поэтому мы сейчас к заданиям номер 4 и 5 применим основное свойство дроби для того, чтобы ее сократить. Сократить значит разделить числитель и знаменатель на одно и то же выражение. Итак, дана дробь. 3х в квадрате минус 7х плюс 2, деленное на 2 минус 6х. Чтобы сократить эту дробь, нужно внимательно посмотреть на числитель и знаменатель. Знаменатель на множители раскладывается, если вынести общий множитель двойку за скобку. А вот в числителе стоит квадратный трехчлен. Выпишем отдельно квадратный трехчлен. 3х в квадрате минус 7х плюс 2. И вспомним, что он раскладывается на множители, если мы знаем его корни. Поэтому найдем дискриминант. А он у нас равен 49, вычесть 4, умноженное на 3, умноженное на 2. Дискриминант получается 25. Корни данного квадратного трехчлена будут равны 7, вычесть 5, деленное на 6, то есть 2 шестых или 1 третья. И второй корень у вас равен 7 плюс 5, деленное на 6, что равно 2. При разложении квадратного трехчлена на множители помним, что множитель при х в квадрате всегда стоит первым. А дальше произведение двух скобок. Из х нужно вычесть первый корень, это будет первый множитель, второй множитель, из х вычитаем второй корень. Итак, вспомнили формулу разложения квадратного трехчлена на множители. Таким образом, в числителе мы можем записать вот это произведение. Но удобнее сначала тройку внести в первую скобку, то есть умножить 3 на скобку х минус 1 третья. Получаем 3х минус 1 умножить на х минус 2. Запишем это произведение в числитель. И прежде чем выносить двойку в знаменателе, давайте мы устно посмотрим, что будет, если мы эту двойку уберем за скобку. Тогда в скобках будет 1 вычесть 3х. А у нас в числителе скобка 3х минус 1. Не проще ли вынести минус 2 за скобку? Тогда в скобках будет именно 3х минус 1. Сократив теперь на общий множитель 3х минус 1 при условии, что он не 0, мы получаем с вами дробь х минус 2, деленной на минус 2. Ответ можно оставить и в таком виде, а можно его записать по-другому. Если в числителе и знаменателе одновременно поменять знак, дробь не изменится. То есть 2 минус х, деленное на 2. Вот такой ответ мы можем получить в номере 21 какого-нибудь контрольно-измерительного материала, если мы помним формулу разложения квадратного трехчлена на множители. Другой пример рассмотрим. Как сократить другую дробь? Давайте я вот так отделю. Пятое задание. Дана дробь 16а в квадрате минус 8а плюс 1 числитель и в знаменателе этой дроби 1 вычесть 4а, прибавить х и вычесть 4а х. Внимательно посмотрим на числитель. Увидим, что 16а в квадрате это одночлен 4а, возведенный в квадрат, а это удвоенный одночлен. А последнее слагаемое 1. 1 можно представить как 1 в квадрате. Значит, это формула сокращенного умножения, то есть квадрат разности 4а минус 1. А в знаменателе у нас 4 слагаемых. Это значит, что мы к знаменателю можем применить способ группировки, чтобы разложить его на множители. Группировать можно по-разному. Первое, второе, третье, четвертое. Можно первое с третьим, второе с четвертое. Кому как нравится. Мы оставим 1 минус 4а. Заключим в скобки. Дальше вынесем х за скобку. А в скобках будет 1 минус 4а. Отлично. Значит, у нас скобка 1 минус 4а является общим множителем. И она у нас, я пока числитель не пишу, она у нас будет первым множителем. 1 минус 4а. Второй множитель. Здесь на этом месте осталась единица. На этом месте остался х. То есть мы получаем 1 плюс х. А в числителе у нас скобка другая. 4а минус 1 в квадрате. Но мы помним, что при возведении в квадрат число, противоположное данному, дает такое же значение выражения. То есть 4а минус 1 в квадрате или 1 минус 4а в квадрате. Это одно и то же выражение. Поскольку они противоположны, а квадрат их всегда число одно и то же. Поэтому мы числитель можем записать как квадрат скобки 1 минус 4а. Сократим теперь на скобочку 1 минус 4а и получим в числителе 1 минус 4а в знаменателе 1 плюс х. Таким образом, мы сократили нашу дробь и получили вот такой ответ. Напоминаю, что за 21 задание ученик может получить полноценные 2 балла, если в ходе преобразования алгебраическое выражение, у него не было ошибок. Другое задание, шестое, как правило, всегда вызывает затруднения у учащихся, поскольку не все понимают, что надо сделать в этом задании. Задание найти значение выражения п от а, деленное на п от 6 минус а. Значение вот этого выражения нужно найти, если известно, что п от с – это дробь в числителе с, умноженное на 6 минус с в знаменателе с минус 3. Не все выпускники девятых классов понимают, что в этом случае нужно сделать. На самом деле задание достаточно простое. Дело в том, что п – это какое-то алгебраическое выражение, зависящее от переменной с. И это с у нас присутствует и в числителе, и в знаменателе. Но если я заменю переменную с переменной а, значит, в этой дроби вместо переменной с будет стоять переменная а. Поэтому я получу п от а – это дробь а, умноженная на 6 минус а, и деленная на а минус 3. Таким образом, числитель дроби, которую нужно найти, она имеет вот такое выражение. Теперь найдем знаменатель п от 6 минус а. Значит, я должна вот в это алгебраическое выражение п от с вместо с подставить вот всю эту скобку 6 минус а. Тогда у меня получается вместо с 6 минус а умножить. Во вторую скобку тоже вместо с ставлю разность 6 минус а. У меня получится 6 вычесть 6 минус а. Все это я должна разделить на с минус 3. Но с у меня равно 6 минус а, значит, я делю на 6 минус а минус 3. Преобразуем полученную дробь к виду. Первую скобку оставим без изменения. Во второй раскроем скобки и видим, что 6 минус 6 взаимно уничтожится, а минус а на минус а дает нам плюс а. То есть во второй скобке осталась одна переменная а. А в знаменателе 6 вычесть а вычесть 3 мы получаем 3 минус а. Теперь нам надо найти значение дроби. Дробная черта означает знак деления. Значит, я вот дробь p от а буду делить на дробь p от 6 минус а. Выполним деление в строчку. Итак, p от а, деленное на p от 6 минус а будет равно p от а. Вот такая дробь. а умноженное на 6 минус а деленное на а минус 3. разделить вот на такую дробь 6 минус а умноженное на а скобки можно не писать вот эти и деленное на 3 минус а. Поскольку знак деления можно заменить умножение на дробь обратную делителю мы с вами получаем дробь. Делимое а 6 минус а деленное на а минус 3 умножаем по правилу умножения дробей на дробь 3 минус а деленное на 6 минус а и умноженное на а. А теперь мы видим, что эта дробь сократима на а на 2 член 6 минус а а вот 3 минус а и а минус 3 это взаимно противоположные выражения. При делении противоположные выражения дают минус единицу. Таким образом, ответ мы получили минус 1. Итак, мы нашли значение дроби п от а деленной на п от 6 минус а, если этот многочлен п или это алгебраическое выражение п зависело от другой переменной с. Значит, вместо этой переменной с сначала мы подставили переменную а, а потом сам 2 член 6 минус а. Ответ получили минус 1. Рассмотрим с вами следующий вопрос. На прошлом уроке вы видели несколько бумажных вариантов пособий для подготовки к ОГЭ. Сегодня перед вами представлены интернет-ресурсы, где можно найти различные контрольно-измерительные материалы по подготовке к ОГЭ, в том числе в онлайн-режиме. Чем хорош онлайн-режим? Заходите на данный интернет-ресурс, выбираете какой-то тренировочный вариант, открываете его и в режиме реального времени за какой-то определенный промежуток времени выполняете определенное количество заданий. При этом вы сразу видите свой результат. Вы видите, в каких задачах вы ошиблись, какие сделали правильно, для себя сделали выводы и подготовились уже по тем заданиям, которые у вас не сразу получились. На этом сегодняшний урок у нас заканчивается. Всем удачи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова